Следователям стало известно, что год назад женщина рассталась со своим мужем. Тот уехал в Нижний Новгород и исправно платил алименты и помогал в воспитании пятерых детей. Многодетная мама жила в вязниках в квартире со своим братом и детьми. Летом через соцсети начала переписываться с мужчиной. Спустя две личные встречи поняла, что не желает продолжать общение. Тем не менее, в роковую пятницу она вновь впустила его в свой дом и даже оставила на ночь. А он произнес фразу, либо со мной, либо ни с кем. Женщине. Понимаете, вот такого склада человек оказался. Это он ей высказывал вот такие вещи еще, когда она была жива. И вот он разрешил эту ситуацию, раз не со мной, то есть звучало постоянно категорически, значит ни с кем. Он свою вот эту задумку, свой замысел он реализовал. Утром брат обнаружил свою сестру без признаков жизни. Оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого. Однако тот, не дожидаясь задержания, решил свести счеты с жизнью. Спасти его не удалось. Сейчас следователи детально разбираются в обстоятельствах. Также им предстоит доказать, что погибший имел отношение к смерти женщины. В Светкоме призывают граждан быть более бдительными при попытке найти друзей и устроить личную жизнь через соцсети. Мы все детей воспитываем осторожнее, безопасный интернет, безопасный интернет. Ну и взрослые оказываются нуждаются в такой науке, в проявлении осторожности и в обеспечении собственной безопасности. И тем более, если у вас на воспитании есть дети. Пятеро детей, младшему из которых всего 10 месяцев, остались под временной опекой их отца, который сразу же прибыл из Нижнего Новгорода, когда узнал о случившемся. Также о малышах позаботится их бабушка. Следователями приняты меры по защите прав малолетних.